Первый вопрос повестки заседания городской думы Черкеска был связан с событиями, которые произошли ровно за месяц до него. 26 декабря в столице Южной Осетии, городе Цхинвале, с официальным визитом побывала делегация города Черкеска. В её состав вошли глава муниципального образования Валерий Дедук, советник мэра города Алексей Стаценко, советник главы КЧР по гуманитарному сотрудничеству с Южной Осетией Эдуард Хугаев и депутат городской думы Альберт Зугаев. Между столицами Южной Осетии и Карачаева-Черкесии был подписан договор о сотрудничестве, предполагающий взаимодействие практически по всем направлениям. И вот месяц спустя соглашение об установлении побратимских связей между Черкесском и Цхинвалом было официально утверждено и депутатами городской думы республиканской столицы. Город Черкесск на сегодня имеет три города побратима. Это Пештер, ещё советских времён досталось, Невиномыск и город Сухун. Было принято решение расширить географию побратимских городов. Одним из таких стал город-герой Цхинвал. В прошлом году велась подготовительная работа и в конце года, 26 декабря, вместе с главой города, с комиссией, мы выехали в город Цхинвал и вместе с президентом страны Гоглоевым Аланом Эдуардовичем, мэром города Цхинвал Каджаевым Геннадием Георгиевичем была проведена эта процедура. Вторым вопросом повестки заседания стал проект решения о внесении изменений в устав города Черкеска. В соответствии с республиканским законом о реестре должностей муниципальной службы вводится новая должность – руководитель аппарата мэрии. Кроме того, проектам предлагается урегулировать порядок предоставления отпуска, выплаты пенсий и предоставление дополнительных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности. Согласно нормам федерального законодательства, предложенные изменения в устав города будут внесены только после проведения процедуры публичных слушаний. Публичное слушание по проекту решения о внесении изменений в устав города Черкеска предлагается назначить на 6 марта 2023 года в 11 часов в конференц-зале мэрии города Черкеска. А также в соответствии с положением обрядки проведения публичных слушаний в муниципальном образовании устанавливается срок для подачи замечаний и предложений по данному проекту. В связи с истечением срока полномочий председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования города Черкеска Мурата Бедраева, и его заместителя Рены Джалаговой, депутаты освободили их от должностей и тут же назначили вновь еще на один срок, тем самым выказав положительную оценку их работы. Далее на заседание был внесен ряд изменений в генеральный план республиканского центра, а заключительным пунктом повестки заседания стало решение об образовании на срок полномочий действующего состава Гордумы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и утверждении ее положения. Задачами комиссии являются предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях порядки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Карачао-Черкесской республики. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.